Ну, уважаемые коллеги, мы начинаем нашу пресс-конференцию Русского национального фронта, посвященную круглому столу 26 августа, который должен состоиться, и какие вопросы мы можем задать нашим оппонентам, в связи с чем такой круглый стол проводится. Хотели сегодня проинформировать общественность, всех, кто нас видит, кто нас слышит, о том, какие цели и задачи стоят на круглом столе. Ну, я бы сказал так, что основная задача наша – это показать, почему мы призываем и говорим, что эти выборы, по сути дела, фальшивые, что на эти выборы ходить бессмысленно и что уже все заранее предупределено. На протяжении последних десятилетий мы видим, как работает Государственная Дума и кто в нее, по сути дела, попадает. То, что там находятся десятки миллионеров, если не сотни миллионеров и десятки рублевых миллиардеров, это говорит только о том, что цель и позиция этих депутатов Государственной Думы, они обозначены. То есть поддерживать свой капитал, поддерживать свою позицию, создать некое кастовое общество, которое сегодня вне закона. Ну, я приведу пример, что сегодня порядка 16 тысяч законов выпущено Государственной Думой за период правления Владимира Владимировича Путина. Надо отметить, что эти законы далеко не поддерживающие население страны, ибо можно привести ряд конкретных примеров. Ну, наверное, вы знаете ситуацию с оборонсервисом. Каким образом ситуация, так сказать, разрулилась. Васильеву посадили на время, после чего Васильева, так сказать, успешно была реабилитирована, и ей были возвращены все деньги. Ну, а то, что Сердюкова не взяли под стражу, это говорит только о том, что кастовое общество уже реально, так сказать, действует. Далее вопрос касается уголовной ответственности более мелких лиц. Ну, наверное, знаете ситуацию по Анне Шевенковой, которая в Иркутске сбила двух женщин, одну насмерть, одну оставила калека. Так вот, после всего этого Анне Шевенковой дали условно три года с половиной колонии с отсрочкой на 14 лет. На 14 лет. То есть, по сути дела, Анна Шевенкова отделалась легким испугом, поскольку ее через три года реабилитировали, и она сегодня гуляет свободно, так сказать, без всяких проблем, может ездить на автомобиле и соответствующим образом нет судимости. То есть, в данной ситуации мы видим, как законы действуют, и для кого эти законы созданы. Ну, закон, который вообще по своему цинизму превышает все нормы, это закон так называемого Вилла Ротенберга. Вы знаете, что после того, как у Ротенберга, так сказать, по сути дела, арестовали имущество на 30 миллионов долларов, то после этого тут же в Думе появился проект закона о том, что все имущество, которое наших граждан будет арестовано за рубежом, то есть активы наших граждан, они будут компенсироваться, смотрите, из государственного бюджета. То есть, по сути дела, олигарх, наворовавший сегодня колоссальные суммы, переводит их в офшорную зону, из офшорной зоны, так сказать, перекрывает ему кислород и таким образом забирает эти активы, но наше государство эти суммы, которые, так сказать, соответствуют активы, возвращает через государственный бюджет. То есть, по сути дела, оно берет из кармана налогоплательщиков и передает эти деньги кому? Тем же олигархам. То есть, можно сделать очень хороший ход. Взять, наворовать, перекинуть это на зарубежные счета, потом эти деньги арестовывают, и они легализуются путем возврата из государственного бюджета. Это называется двойное обворовывание граждан страны. Мы сегодня видим, что происходит на телевидении, какие дебаты идут. Ну, вообще, конечно, честно говоря, смешно, когда начинают говорить о том, что они могут сделать, что они готовы сделать, что вообще лучшая жизнь будет у нас лет так через 50. Ну, в конечном итоге возникает только одна проблема. А где они раньше были? Если они общероссийские, так сказать, организации, что это партии и так далее, почему они не выступали, не выходили на митинги, почему они не требовали от власти, а да потому, что это вся команда, которая сегодня представлена, так сказать, на телевидении, это команда, которая сформулирована Кремлем. И зря они стараются, так сказать, никто особо за них голосовать не будет, ибо все места расписаны. Ребята, я вам заранее могу сказать, кто пройдет в Государственную Думу. Это Общенародный фронт, это партия Родина, которая сформирована, так сказать, администрация президента. Это четыре партии, которые есть. Но если уж очень натянуться, это может быть еще партия Титова. Все остальные ребята вам там делать нечего, бесполезно. Поэтому мы заранее можем сказать, что все распределено. Они запустили систему, при которой сегодня можно, так сказать, пройти как бы не от партии, да, это одномандатные округа. Но посмотрите, кто в одномандатных округах кого представляет. В основном это или Общероссийский народный фронт, или бывшие ребята из Единой России. То есть, таким образом они хотят людей просто обмануть. То, что вот партия набрала, допустим, где-то 50% голосов, а остальные-то вроде как пошли от народа, а по сути дела не от народа. Поэтому все, что сегодня касается выборов, это игра в одни ворота. Это игра в одни ворота. Вы, по сути, ребята, кто приходит на голосование, легализуете эту власть. Легализуете. Вы ей даете возможность говорить, что мы избраны народом. Понимаете? Вы, если не придете, и 10% проголосует всего лишь население, как можно сказать, что 10% может легализовать этот режим? Да никак. А вот когда придет 50%, они скажут, да, пожалуйста. Мы в данном случае представители, соответственно, всех тех, кто проголосовал за нас. Поэтому мы здесь собрались для того, чтобы вам еще раз все-таки сказать, не ходите на выборы. Это бессмысленно. Это заранее спланированная акция. Это заранее спланированный спектакль, который сегодня разыгрывается на центральном телевидении. Мы готовы пойти на телевидение. И мы предлагаем телевидению, чтобы оно пригласило нас, национал-патриотов, на дебаты с теми партиями, которые сегодня выступают. Мы им зададим ряд вопросов, пусть они в прямом эфире постараются ответить нам на эти вопросы. Им же задают вопросы в основном, а как нужно отремонтировать дороги, а что нужно сделать с тем или иным, так сказать, товарищем, который ворует. А вот мы посадили начальника таможенной службы. Ребята, систему надо менять. О какой службе говорить? Нужно всю систему менять, весь режим менять. И новые подходы нужны, которые мы готовы предложить. Но я слишком много сказал, поэтому я передаю слово Андрею Николаевичу Савельеву. Он скажет свои вопросы. Да, мы здесь представляем штаб Русского национального фронта, который провел конференцию, проанализировал ситуацию с точки зрения правовой системы, с точки зрения политической системы, с точки зрения практики проведения выборов в течение последних 15 лет. И мы пришли к выводу, что участвовать в этих выборах нельзя, потому что они тотально фальсифицированы. Независимо от того, как вы будете голосовать, уважаемые избиратели. Независимо. У нас есть люди не очень далекие, которые говорят, давайте пойдем там испортим бюллетени или проголосуем за заведомых аутсайдеров. Как будто это что-то изменит. Это не изменит ни на йоту вообще, ни на сколько ситуации, потому что все голоса перераспределяются в пользу тех, кто допущен для прохождения в Думу. Никак по-другому. Голосуем мы или не голосуем, или голосуем мы за аутсайдеров, которые не пройдут в Думу, голоса будут перераспределены. То есть ваш голос, пришли вы на выборы или нет, все равно будет присвоен теми основными партиями, которые согласованы в Кремле. Их списки тоже согласованы. Уверяю вас, это мне доподлинно известно. Все списки всех партий, даже тех, которые не пройдут, заранее согласованы с администрацией президента. То есть ни одного человека, который не был бы согласован в этих списках нет. Ну разве что те, которые согласованы только с целью, чтобы они сыграли спектакль, привлекли вас на выборы, а вы после участвовали в этом преступлении. Единственный способ подорвать этот сценарий фальсификации, это не ходить на выборы. Это не значит, что ваш голос не украдут, его все равно украдут, его уже украли, потому что выборы уже состоялись. Если вы посмотрите на персонажа, которые выходят на выборы, или на политические партии, которые допущены до выборов, вы при внимательном рассмотрении всегда увидите фальшь. Или вы можете, по крайней мере, спросить у тех, кто знает, кто занимается этой фальсификацией, кто реально фальсификатор. Сейчас я вот шел от метро и увидел плакат за Единую Россию, от Единой России в центре Москвы баллотируется Николай Гончар. Вы знаете этого человека? В центре Москвы многие, уверяю, вас знают, потому что этот человек не вылезает из депутатского кресла, начиная с государственного переворота в 93-м году, когда он предал. Он предал ту систему, ту систему власти, которую он был избран гражданами. Он был председателем Московского городского совета и предал. И за это получил пожизненный мандат. И снова он баллотируется. Был Ельцин, он поддерживал Ельцина и его проводили. Он в Совете Федерации сидел, потом в Государственной Думе и еще раз, и еще раз. Просто рекордсмен какой-то. Я думаю, что таких парламентариев нет, который 25 лет сидит на этом депутатском кресле, вы знаете его какие-то инициативы, вы знаете его какие-то противостояния несправедливости, вы что-нибудь знаете о нем, а он будет представлять ваши интересы. Заведомо будет представлять. И его поддерживает Единая Россия. Или ЛДПР, партия которой была создана КГБ, специально в противовес вообще народному движению против вот этой тоталитарной системы, которая стояла сапогом у всех на горле, и не было вообще никакого политического процесса. И вот сейчас Жириновский воспитал уже целую когорту там десятки людей, вот просто таких патентованных негодяев. Но теперь они в хороших костюмах, таких ультрамодных в десятки тысяч долларов стоимостью. И вы будете поддерживать вот эту партию, которая нанята олигархами и которая является просто плотью от плотью этого режима. Опять же, Ельцин был, Путин пришел, разницы нет. Жириновский сидит в Государственной Думе и будет продолжать там сидеть и баллотироваться на каждых выборах. У него же песок сыплется из всех мест, он все равно будет сидеть в Думе и будет приводить туда очередную порцию негодяев, будет продавать мандаты, будет приводить туда этих миллиардеров, которые никакого отношения к народному представительству не имеют. Партия КПРФ – это паразиты, которые используют советскую символику, ностальгию по советскому периоду, когда была великая держава и вот все мечтают об этой великой державе, толком уже не вспоминая о том, что это было за держава, как все были недовольны, почему вообще состоялся переворот 1991 года, почему КПСС, вот этот предшественник КПРФ просто своими руками разрушили страну. Они же разрушили тот же Зюганов, к этому напрямую причастен. Это его однопартийцы Ельцин, Горбачев. И вот эти люди теперь рассказывают, что они борются за народную правду. Но это же вранье. Это люди, патентованные лжецы, которые тоже вот с 1991 года как там засели в Думе и 1993 год для них был ничто, якобы они там защищали советскую власть. Вранье это, не защищали они. Защищали простые люди и погибло там полторы тысячи человек у Белого дома в 1993 году. Справедливая Россия это просто вот недоразумение, выхухоль, такое мусорное ведро, которое сметают всех фрондеров, которые ну как-то неудобно вот в других фракциях партии власти. Вот пусть идут туда, вот они где-то поссорились, ну чтобы уж не обижать, тоже там такие рекордсмены по 15 лет в Государственной Думе сидят. Вот туда их смели. Разве эта партия реально борется за социальную справедливость? Они себя социалистами называют, не имея даже представления там, что это такое. Вот тут случайно в руки попался такой вот, за нами Россия, за нами Россия Миронов, Сергей Миронов говорит, набор за целый год всех интервью, где он чихнул и вот все, что он чихнул, абсолютно бессвязный мусор, 25 тысяч экземпляров. Попробуйте издать книгу 25 тысяч экземпляров, толковых книг, толковых авторов много. Нет, взамен мусор. И вот этот мусор нам предлагают содержать в Государственной Думе. Другие партии, Парнас, ну это партия Немцова, партия Касьянова, это варьё, просто варьё. И туда приходит еще какой-то отдельный национал-патриот, который начинает говорить, все национал-патриоты теперь за Парнас. Да не надо врать, опять враньё. Один какой-то чудак, какие-то анархисты там примкнули, которые называются националистами. Да никакие они не националисты, они не русские. Как они могут с варьём объединяться? Как можно, как Салтыков-Щедрин говорил, валить навоз ващи? И тогда вы это хотите хлебать? Вот это? Вот такой патриотизм вам нужен? Во главе с Касьяновым? Да какие это патриоты? Это предатели самые настоящие. Родина. Вот только что послышал выступление на дебатах родинца такого представителя национальных меньшинств с головой бильярдным шаром и раскосыми глазами, который кричал, когда мы были в Думе, да что ж ты врёшь-то? Да не был ты в Думе, и то, что Родина представляет сейчас, это не та Родина, которая была совсем не та, то есть совсем не те люди, совсем не те программы. Во главе партии стоит человек, который в прошлом сезоне избирался от Единой России и состоял во фракции Единая Россия. Так это просто филиал Единой России. Что ж тут рассказывать-то? Они были, когда мы были в Государственной Думе. Это мы, вот я был в Государственной Думе во фракции Родина. Ничего общего с той Родиной и у Родины, которая есть сейчас, нет и быть не может. Может быть они пройдут в Государственную Думу, но это будет позор, это будет оскорбление. Кто проголосует за эту партию, тот подчёркивает, сам на себя пишет, да, я поддерживаю у Родину. У Родины, вот подмену Родины. Другие подмены на любой вкус. Пожалуйста, партия для предпринимателей. На самом деле партия, поддерживая олигархию. Это партия Титова, как она называется, партия роста. Куда, какого роста, никакого роста не было и в помине. Те, кто знает состояние экономики, знают, что никакого роста не было. А этот человек, который говорит, я участвовал в других дебатах на телевидении, с ним, когда он говорил, без мигрантов Россия не обойдётся. Вы за эту партию роста, вы за этот рост, чтобы за рост количества иммигрантов, которые здесь у нас уже просто поперёк горла стоят, вот вам Титов, он будет за это выступать. Или там, пожалуйста, вам там партия экологов, хотите партия пенсионеров, пожалуйста, всё есть. Фальшивки на любой вкус. И вот эти фальшивки, только фальшивки, ничего другого не представляется. Ни одной подлинной партии. Ни одной партии, которая бы не контролировалась врагами нашего Отечества. Наше дело на этих выборах – это объединение русских людей, не фальшивых партий, не фальшивых движений, которые будут называться патриотами русскими, будут объявлять программы якобы в пользу русских. Мы действительно, как Владимир Иванович сказал, должны спрашивать у них, где вы бы раньше были. Вы агитировали в поддержку режима Порошенко, вы выступали против ополченцев Донбасса, вы ездили на поклон Кадырову, вы сейчас пошли на поклон к Касьянову, другие такие же патриоты, якобы, пошли на поклон к администрации президента. Да вы все предатели и фальсификаторы. Поэтому, наоборот, те, кто не участвует в этих выборах, те ещё не потеряны для нашей страны, на тех ещё можно рассчитывать. А вот кто участвует в этих выборах – это заведомые лжецы, заведомые негодяи, обманщики, предатели интересов, национально-государственных интересов нашей страны. И интересов, прежде всего, русского большинства и других коренных народов. Спасибо, Владимир Николаевич. Сергей Алексеевич, Ефтефеев, пожалуйста. Ну, опять мы с вами явились свидетелями этого шоу предвыборного, где соревнуются ораторы, уже которым лет по 20-25 они выступают на этой сцене, и с одинаковым успехом, то есть неуспехом. Умиляет это. Значит, то, что некоторые из них, да практически все они говорят правильные вещи, но почему-то ничего не сдвигается с места. Особенно хороши, наверное, и те, кто мнит себя такими учеными. Они называют себя профессионалами. Это Дмитриева, Семигин, Явлинский и так далее. Они заявляют, что все они делали правильно, но почему-то результатов нет. Появляются и новые фигуры. Ну, декларируют они, как всегда, то, что надо. Ну, к примеру, возврат стаб фонда, уменьшение налогов, повышение доходности каждой семьи и так далее, и так далее. Все это хорошо. Дешевые кредиты для производственников. Ну, почему же вы не делали все это время? То есть мы вот сейчас все здесь говорим об одном и том же, что политики упражняются в своих мастерстве дебатов, и по этому качеству их оценивает публика. Результатов нет. Мы же, например, русские националисты, предлагаем такие вещи, которые более, ну, скажем так, радикальные вещи. Ну, например, почему никто не говорит о национализации и деприватизации. Я подчеркиваю, деприватизация означает пересмотр итогов приватизации. Вместо этого все, включая правительство, включая той программы, которую Медведев, наверное, считает основной, а именно второй этап приватизации, то есть фактически забивание последнего гвоздя в эту крышку гроба России. Вот что такое окончательная приватизация. Никто об этом не говорит. Все стараются остаться на своих прежних местах. Это относится к парламентским партиям. А новички пытаются их перекричать и сказать, что нет, мы правее, мы вам что-то новое дадим. Нас никто не допускает ни на телевидение, ни в какие-то инстанции, информационные ресурсы более высокие, уровня федерального. Они допускают именно потому, что у нас есть свои позиции, которые реально могут, не то что могут, а мы убеждены, что именно наши идеи, будучи воплощенными, они изменят ситуацию в стране и выведут Россию на нормальную, дадут ей нормальный вектор развития и сбережения населения. Где вопрос, почему никто не рассматривает вопрос народовластия, который заложен в Конституции в третьей статье? Тоже странно это. Почему никто не говорит о системе банковской, финансовой системе, которая создана и которая гробит нашу страну? Мы, например, готовы предложить, и не только готовы, мы, наверное, будем настаивать вообще на отмене судного процента. Его узаконили, держатели денег узаконили эту систему и с тех пор они давят нас своими процентами, ну и так далее. Ну и вообще в итоге всего. Говорят, кроме редкого возголоса, допустим, опять же тот националист Мальцев, оказавшийся нечаянно в этой самой партии Парнас, он поставил свой основной довод, свой тезис об импичменте президенту. И на этом, надо сказать, он приобрел кое-какие очки и так далее. Значит, мы считаем, что просто так президента снимать, так отторгать от власти, ну бессмысленно, надо знать для чего. Нужна альтернативная программа и так далее. Нужна альтернативная команда, которая в первую очередь будет, естественно, занимать самый высший пост и, так сказать, посты второй ступени. Значит, у нас есть такие люди, которые могут такую ответственность взять на себя, каждый из нас, собственно говоря, вот в процессе этой борьбы и берет ответственность, потому что нас никто не поддерживает. Мы только свои силы вкладываем, свои личные ресурсы и так далее. Значит, естественно, отставка не только правительства, но и президента, и всего высшего эшелона абсолютно необходимы, потому что эти люди доказали свою недееспособность, это не то слово, они доказали практически враждебность свою интересам государства и народа. Значит, поэтому мы вопросы все будем пытаться решать радикально и так далее. Мы это, повторяю, тут уже было сказано, русский национальный фронт, а мы члены его штаба. Спасибо. Кирилл Евгеньевич, Мемли, пожалуйста. Я хотел бы уточнить для тех, кто сейчас смотрит эту трансляцию, каким образом происходит изурфация власти. Происходит она следующим образом. Значит, фактически, как сказали соратники уже, в выборах участвуют только те, кто является членами партии или прошли определенные фильтры, именно не только кремлевские, но и партийные. В результате что получается? С тем учетом, что у нас сегодня в партиях состоит не более двух миллионов человек, получается, что избираться и быть избранными имеют право не более 0,7% населения России. Собственно говоря, это и есть форма узурпации. То есть партии, какие бы они ни были, они являются узурпаторами власти. Значит, партии никоим образом не определены в Конституции. Партии никоим образом не оговорены в Конституции. И фактически они являются антиконституционным образованием. А с тем учетом, что все партии находятся под полным контролем Кремля, как Андрей Николаевич уже объяснил, и партия утверждается, сами партии, которые участвуют в выборах, утверждаются в Кремле. Также и список депутатов утверждается. Фактически это форма узурпации власти, которую мы должны разорвать. Поэтому первый, основной тезис наш, это департизация системы управления. Значит, в качестве ее альтернативы мы предлагаем систему земских советов, советов самоуправления, на которых и должна строиться система управления страной. Значит, это первый пункт. Второй пункт. Сергей Алексеевич поднял то, что мы перейдем к нерастопсической системе, то есть к той финансовой системе, где невозможно начисление судных процентов. Третий пункт. Мы несколько по-другому будем рассматривать вопрос о собственности, то есть это баланс между частным и общественной собственностью. Ну и четвертое, это установление высших императивов в государстве, которые должны, естественно, отличаться от того безобразного потребления, которое сейчас указано как высшая ценность в России. Но первое, я подчеркиваю, первое, что мы должны преодолеть, это, безусловно, так называемые партии и, значит, голосование по партийным спискам. Здесь можно, значит, отдельно еще также сказать, что партии, как таковые, значит, помимо всех фильтров, нужно понимать, как они организовываются. Партия организовывается небольшим количеством, значит, людей, у которых официальная задача, значит, получить власть или оказывать влияние на нее. Получается, что, значит, небольшая группа людей, значит, захватывают власть в стране и действуют исключительно, значит, в том ключе, как они себе это представляли. Это первый момент. Второй момент, значит, партии практически полностью зависит от спонсоров. Значит, поскольку выборы сегодня становятся все дороже и дороже, то есть для того, чтобы избраться в качестве депутатов, даже пройдя все вот эти фильтры по ряду оценок на избирательную кампанию, нужно потратить, скажем так, что многие десятки миллионов рублей, то получается, что в ней могут участвовать только те, значит, за которым стоят спонсоры. Значит, получается, что партии, значит, зависят от того, у кого больше ресурсов. То есть в Думу попадают те, у кого больше ресурсов, значит, и поэтому неудивительно, что все те предвыборные обещания, которые делают партийные лидеры, финально оказываются, значит, откинутыми в пользу того, что им диктуют финансисты. Значит, и такой еще момент, значит, с тем учетом, что сегодня, значит, наибольшим количеством ресурсов обладают, значит, первые, это те, кто уже присосался к власти, то есть это, ну, назовем их условно партии власти, значит, а второй полис, значит, здесь это так называемый Вашингтонский обком. То есть все, что, заканчиваю уже, значит, все, что происходит, значит, это происходит борьба между партией власти и борьба тех, кого поддерживает Вашингтон. Но с тем учетом, что наша финансовая система зависимая, она вторичная или третична по отношению к мировой системе, в частности ФРС США, получается, что это борьба левого кармана, с правым карманом. Поэтому главное здесь преодолеть, значит, узурпацию власти, которую осуществляют через партии. Спасибо. Есть еще одна проблема, связанная с мировоззрением, потому что многие люди считают, что вот демократия утверждается на выборах. Демократия как власть народа, да, но демократия это слово греческое, и в Греции там многие века отрабатывалось то, что называется демократия, и крах афинского государства был связан именно с демократией. Как пришли демократы, у них начались сплошные войны, чудовищные затраты на пиратские морские операции и так далее, и так далее. То есть демократия во многих формах, которые были известны, например, Аристотелю, это гибель для государства. И если демократия утверждается с помощью выборов, то спросите себя, мы что хотим утвердить? Может быть мы хотим утвердить тогда гибель своего государства? Ведь Аристотель, как классик философии, считал, что хуже демократии только тирания. Тирания это власть одного в свою пользу, а демократия это власть большинства, но в свою пользу. А как быть меньшинству? Ему что, революции устраивать, заговоры? Ну так оно и получалось, что как только в Афинах утвердилась демократия, начались заговоры, начали использовать разные методы для уничтожения лучших. Там Мельтиад, который был известен тем, что он победил, был главным стратегом, который победил при марафоне, его обвинили за другую неудачную операцию, присудили колоссальный штраф, и он умер от полученной раны в сражении. Ну вот так действует демократия. И вот эта система, которая изгоняла лучших из Афины, она в конце концов и кончилась полным крахом афинского государства. Мы такого хотим? Мы хотим с помощью вот этого фиктивного большинства, которое нам рассказывают якобы это демократия, с помощью фиктивного большинства уничтожать всех лучших? Вряд ли это является нашей целью. Но нам рассказывают, что это вот по-другому нельзя. Знаете, вот кроме демократии никаких других способов управления нет. Но между тем, разве большинство сейчас, даже в свою пользу, игнорируя меньшинство, разве большинство сейчас управляет? Нет, меньшинство. А как называется этот режим? Этот режим называется олигархией. Когда меньшинство правит в свою пользу. Это олигархия. Если бы в пользу всех, тогда бы это называлось аристократия. Ну посмотрите на эти рожи. Разве это аристократия? Это просто мелкие жулики, дорвавшиеся до государственного кармана. Это не аристократия, это олигархия. А олигархия переплетается с тиранией. То есть есть первое лицо, которое тираническим образом правит, наплевав на конституцию, которую они, кстати, и не принимали, и мы не принимали, наплевав на законы, которые они сами принимают. Это у них называется ручное управление. Тотальное беззаконие. То есть закон это для нас, а для них закона нет. Они правят без закона. И я хочу сказать, что если вы думаете, что будет демократия, даже если вот мы сейчас всех будем агитировать, и максимум людей пойдет на выборы, то это не так. Потому что на выборах никогда и никто не получит, я не знаю, может отдельные депутаты когда-нибудь получали, большинство от числа избирателей. У нас даже конституция не получила половины от всех избирателей, половины голосов. Так что же, в какой же стране мы живем? Конституция нелегитимная, ее не поддержала половина избирателей. Депутаты нелегитимные, их не поддерживают. Не то, что половина, иногда даже 10% не поддерживают. Раньше было двухтуровое голосование, и то набирали процентов 30. А сейчас процентов 15 максимум, электоральная поддержка парламента, это 15%. И вот эти 15% демократии, что ли, они даже в пользу большинства просто не в состоянии действовать, даже если бы хотели. Потому что вся музыка заказана ничтожным меньшинством тех, кто совершил государственный переворот. Сначала в 1991 году, потом в 1993 году, потом у них государственные перевороты на каждых выборах. Потому что все выборы фальсифицированы. На них допущены только те, кто нужен этой власти. Случайно кто-то просачивается, как вот родина просочилась, ну их устраняют очень быстро, подмены делают. Вот сейчас новая родина, якобы продолжающая, не имеющая к ней никакого, вообще никакого отношения. И постоянно вот эти вот подделки, фальсификации, они на этом поднаторели. А в чем мы-то должны, граждане России, поднаторить? Ну, по крайней мере, не верить в очевидное вранье, ну, тотальное очевидное вранье на этих вот. Не будем верить, так начнем хотя бы между собой обсуждать, что же нам делать, будем как-то объединяться, формировать какие-то группы. И если нам говорят, ну вы объединитесь, наконец. Да объединились мы уже, вы-то чем занимаетесь? Мы вот в Русском национальном фронте объединили множество организаций. Да, мы вот чахлые, у нас там денег нет, у нас спонсоров не хватает, у нас СМИ нет. Но вы-то где? Если вы к нам подключитесь, то может быть мы все это получим, мы внутри себя организуем. И обмен информацией, обмен мнениями, и подготовку каких-то кадров для будущего России. Но если вы будете участвовать в выборах, а не будете участвовать в русском движении, то конец нашей стране. Давайте вот над этим в период выборов подумаем, а не над тем, за кого голосовать. Все они говорят об экономике. Значит, для чего об экономике говорят? Ну, во-первых, наверное, для того, чтобы получить отзыв у публики, у населения, потому что экономические проблемы касаются всех. Никто не говорит об идеологии, которая, кстати, в Конституции не прописана и якобы чуть ли не запрещена. На самом деле действует у нас в стране либеральная идеология, идеология потребления безудержного и так далее. Значит, мы считаем, что вопрос идеологии должен стоять на первом месте, потому что он определяет все. И сознание, и направление, и деятельность, и развитие государства, и так далее, и так далее. И в конечном итоге, все это, правильная идеология, служит благосостоянию народа. Государство должно работать для народа, а не против. Еще один момент. Значит, оценки деятельности наших партийных руководителей, все этих думских представителей, и так далее, и так далее, правительства. Ее не существует фактически. В нашей среде наши соратники поставили вопрос о проведении референдума, который предусматривает введение закона об ответственности власти. Так вот, представьте себе, четыре человека, которые самые активисты, которые организовывали этот референдум, инициативная группа, они сейчас сидят в тюрьме. Вот результат. А почему не сидят в тюрьме те люди, которые 20 лет уже, 25 лет управляют государством, все эти доктора экономических наук, президент и ниже его по должности. Почему никто из них не пострадал? Они все у власти, они у этого корыта, которое позволяет им харчиться там до бесконечности, они держатся, уцепились за него двумя руками. Вот такие моменты. Игорь Михайлович, пожалуйста, есть документы? Да, я хотел еще дополнить вот что. Значит, в 2014 году было проведено исследование ведущих британских и американских университетов системы власти и элиты в той же Британии. Значит, были исследованы фамилии, которые учились в Оксфорде, и акты передачи наследства. Это исследование показало, что ничего не менялось там на протяжении последних девяти веков. И особенно поразило ученых то, что ничего не менялось также из последних три века, когда в той же самой Британии был запущен парламент, то есть вот этот самый парламентаризм на основании партии. Значит, выводы неутешительные. То есть, вся вот эта так называемая демократия, которая строится на основании партии, она предназначена только для одного. Только для сохранения власти и имущества существующих элит. Значит, и эта система существует таким образом, что власть и богатство передаются по наследству. То есть, для чего нас призывают на выборы? На выборы нас призывают исключительно для того, чтобы закрепить, легитимизировать, значит, тех выскочек, те, которые выскочили, хватанули в 91-м году, значит, богатство и власть, значит, и с тех пор они ее закрепляют. Значит, поэтому нас усердно призывают, значит, для того, чтобы мы пришли, значит, и еще раз легитимизировали их положение. Значит, краткая ремарка касательно отсутствия идеологии. Отсутствие идеологии, отсутствие принципов – это тоже идеология. Это так называемая телема Алистера Кроули. Алистер Кроули – это известный сатанист, то есть отсутствие идеологии, отсутствие принципов государства – это и есть сатанизм. Значит, и под конец, еще можно, конечно, было много о чем говорить, но под конец я хотел бы сказать следующее, что мы считаем, что, значит, да, конечно, будут те, значит, кто пойдет на выбор, рассчитывая там что-то изменить. Это люди, которые находятся в иллюзиях. Есть те, кого туда погонят насильно под угрозой увольнения. Это бюджетники несчастные, значит, но те, кто не пойдет на эти выборы, мы считаем, что они разделяют нашу позицию, мы считаем их своими соратниками, и эти выборы покажут, кого будет больше – те, кто пойдет или те, кто не пойдет. И это будет реальный результат этих выборов, этого голосования. Спасибо. Спасибо всем коллегам. Ну, я в завершение хочу сказать, что, по сути дела, строится кастовое общество. Сегодня это общество определяется тем, что есть законы, но эти законы действуют не для всех, и мы сегодня об этом услышали. И как пример могу привести несколько моментов, связанных именно с этим направлением. А именно, сегодня тех, кто недоволен действиями власти, как уже Сергей Алексеевич сказал, просто сажаются в тюрьму. Но этого мало. Режим перешел от полицейского государства к концлагерному режиму. То есть, по сути дела, мы находимся в концлагере. Почему? Да потому что вот недавно буквально вышел закон ФЗ-182. Называется он так, об основах системы профилактики про нарушение в Российской Федерации, который, кстати, был в пожарном порядке, принят Госдумой 10 июня, одобрен Советом Федерации 15 июня и подписан президентом 23 июня. Такой неплохой закончик, который дает возможность власти осуществлять предупреждение преступности. А именно, это так называемый профилактический подход. Вот если вдруг полицейский или ФСБшник сочтет, что вы потенциально опасный человек, то он вас берет, привозит в соответственно к себе, в свое ведомство и начинает с вами разбираться. Причем это без всякого суда, без всякого следствия. То есть вас можно взять на дороге, взять дома, взять где угодно, привезти и, по сути дела, повезти вам клеймо, что вы потенциально опасный для общества человек. О чем это говорит? О том, что, по сути дела, наше общество перешло именно к конституционному режиму. Я бы хотел сказать, что мы именно и просим, и предлагаем, и настаиваем, чтобы на наш круглый стол пришли те политические партии, которые сегодня хотят изменить, как они говорят, ситуацию в стране и провести с ними прямой диалог. Пусть они нам расскажут, как они это делают, как они это делали и что они вообще делали для народа. И после этого мы, естественно, это будем показывать все в прямом эфире, посмотрим, как среагирует на это наше общество. К сожалению, наше общество сегодня спит и многого не знает. Не знают те законы, которые принимаются и которые потом боком станут для страны. И мы об этом обязаны говорить, обязаны разбудить наше общество и потребовать от власти сложить свои полномочия и действовать в рамках закона, который прописан даже не нашей Конституцией. Спасибо всем за внимание, но в конце я хочу сказать, что вот нами подготовлено заявление, я думаю, что Андрей Николаевич его зачитает сейчас, вот связанное с такими выступлениями, как прошли на дебатах в качестве того, что национал-патриоты все вдруг объединились с либератами. Да, нас беспокоят обстоятельства, что происходит дискредитация русского национального движения уже не в первый раз. Мы видели визиты людей, которые называли себя национал-патриотами к Кадырову, известному убийце, которому дано теперь право распоряжаться землями, где раньше жили русские люди, а теперь не живут, территории, которая теперь называется Чеченская республика. Раньше это были в основном казачьи земли, а чеченцы жили в горах. Это люди, которые тащили нас к белоленточникам и говорили «Как же так? Вы с нами вроде как союзничали, а теперь не хотите». А мы вот за Навального. Эти люди организовывали такую акцию «Русские за Навального». Вы видели эту акцию? Да, с такими маечками бегали. Вот эти люди организовывали совместный какой-то такой псевдопарламент с либералами, то есть с нашими идейными врагами. Как может такие обстоятельства не вызывать протеста у вменяемого русского человека, который в политической сфере, конечно, должен быть русским националистом, ибо без этого России не существует. Идеология русского национализма – это идеология спасения России, государства, образующего русского народа и союзных ему коренных народов. Поэтому, услышав некоторые совершенно безответственные заявления от лиц, которые никогда в нашем движении не участвовали, никаких организаций не создавали, или создавали какие-нибудь фальшивки, или тащили за собой какой-нибудь молотняк из футбольных фанатов. Мы решили такой вот проект заявления, который, я думаю, мы примем на штабе, огласить. Я думаю, что среди присутствующих других членов штаба вряд ли будут какие-то возражения. Заявление таково. Начавшаяся избирательная кампания по выборам депутатов Государственной Думы отмечена громкими заявлениями о том, что все национал-патриоты России присоединились к либеральной партии Парнас, возглавляемым бывшим премьер-министром Михаилом Касьяновым. Эти заявления выдают желаемое закулисными интриганами за действительное. Действительное же состоит в том, что национально-патриотическая коалиция Русский национальный фронт никогда в подобные союзы не вступала и не собирается вступать. Нам неизвестны лица, которых мы бы могли назвать национал-патриотами, которые создавали бы какие-то устойчивые политические объединения и при этом шли на соглашения с нашими идейными противниками, запятнанными соучастием в разграблении страны. Отдельные персонажи современных политических спектаклей, которые говорят о таких соглашениях, в свое время также дезориентировали граждан, втягивая их в белоленточный протест. Другие вообще выскочили как черт из табакерки, самозванно объявляя себя лидерами национал-патриотов. Этих самозванцев с либералами объединяет проукраинская позиция и ненависть к ополченцам Донбасса, анархические взгляды, порой доходящие до символических форм гитлеризма, а также подконтрольность закулисным политтехнологам Кремля. Нас с ними ничего не объединяет. Мы подтверждаем свои прежние позиции. В фальшивых выборах граждане участвовать не должны, а национал-патриоты обязаны разоблачать фальсификацию всей политической системы, а также идейные тупики, в которые нас пытаются затащить либералы и леваки, вольно или невольно выполняющие задания олигархической группировки, узурпировавшей полномочия государственного управления в России.